4 августа, почти 3 месяца назад, я выпускал этот ролик. Но так как в конце показал недействительный с мая месяца скрин страницы с фотографией паспорта Слободяна, то после нескольких попыток пожаловаться, YouTube не желая разбираться, просто удалил сам ролик. Без предоставления сроков на исправление. Причем без каких-либо страйков и наказаний. Поэтому я восстанавливаю это видео с наложенной цензурой на спорные места. Хотя я думаю, те, кто хотел увидеть показанное, то уже удовлетворены информацией. А если кому еще интересно, то могу дать ссылку на скрин. Борьба с мошенниками и интернет-аферистами не проходит бескровно. Мне уже множество раз пытаются заблокировать мой канал и с жалобами уничтожить мои ролики по разоблачению шарлатанов. Но на войне, как на войне. Я держу удары и посылаю очередные бомбы на головы мировых лжецов. А забаненные и удаленные ролики возвращаю на канал. К великому сожалению, я один на этом бранном поле. Огромная масса интернет-паразитов жирает ваши остатки мозга. А вы тупо сидите у компов и пожираете то дерьмо, которое вам скармливают аферисты. Идет мировая деградация умственного потенциала. Ютуб захватили навозные насекомые, разносчики страшнейшего вируса, поражающего мозг. И самое страшное, что вы уже стали зомби, без понимания происходящего. Посмотрите на себя, во что вы превратились. Доброго дня, халтурщики. Пока терханутый клоун кормит свое элитное стадо очистками с помойного интернета, я продолжаю бессмысленную борьбу с ложью и дремучим невежеством. Как-то обещал, что выдам некий бонус про Слободяна. Хотя так от вас движухи и не дождался. Поэтому в конце выдам некоторую мелочевку, которая касается его препровождения во Львове этой весной и встречи двух тезок-аферистов и их сговора. Я тогда просил набросать версии, зачем он вообще приезжал во Львов. Но видно, никому дела нет. Тем не менее, попробую создать интригу. А пока поговорим о насущном. Проводя разоблачение различных интернет-мошенников, я часто говорю о неких баранах или биомассе, на которой, собственно, и откармливаются мошенники, вроде тирхи. Это такой некий биогумус или удобрение, где пышным цветом плодятся паразиты. Простите, но на ум сразу как-то приходит сельский сортир. Некая будка с дверью, кишащей опарышами. И если бы не эта плодородная почва или масса и несколько маразматические правила Ютуба, то все было бы иначе. Народ реально находил бы именно то, что на самом деле может поднять уровень умственного развития, а не наоборот, как сейчас, превращение в метастазы головного мозга. Причем многие не придают этой глобальной угрозе большого значения. И даже рады подобному зомбированию и деградации. От каждого выпуска фейкодрочеров тащатся, как от забористой травки. Живой пример маразма и полного умственного вырождения я приведу вам в этом выпуске на парочке хомиков. Начну от тирхи, хотя сегодня разговор не про него. И я, конечно, о нем не забыл, а наоборот, затачиваю орудие возмездия. Просто он как-то пытался меня в очередной раз кусануть и натравился в зараженного зомби, окончательно свихнувшимся на жажде халявы. Хочу одно видео интересное поставить, для того, чтобы вы посмотрели, поскольку у человека подписчиков очень мало, ну, не сравнить с моими 200 тысяч, хочу, чтобы многие его посмотрели. Это высказывание обычного человека, мнение о том, что происходит, о ПТГ-технологиях, о вечном двигателе и о том видео, которое я вчера снял, о монархии, о других, ну, вообще, посмотреть. Не буду много говорить. Все в части, удачи и процветания. До свидания. Народ, всем привет. Сегодня посмотрел ролик Андрея Тирхи. И вот, скажу вам, как-то накипело у меня. Тоже решил высказать свое мнение по поводу тех людей, которые опровергают какие-то действия, как вот, например, Монарх 100, да? Я с ним даже лично общался по скайпу. И с ним вел диалог такой, что он не внушал то, что вы хотите сделать, это невозможно. Но, с другой стороны, возьмите Слободяна. Он же сделал. Ну, пусть это как не вечный двигатель, его надо все равно обслуживать, но принцип-то, смысл-то в том, что это работает. И это можно использовать в своих нуждах. Вот я вот сам езжу на автомобиле, да, который там расходует там 10-12 литров бензина. Сейчас бензин стоит у нас 41 рубль в Новосибирске. И как бы можно уже давно было применить те технологии, которые они есть. Возьмите автомобиль Тесла, на котором можно на одной зарядке проехать там, ну, 300 километров. А если применить, вдобавок, еще, что придумал Слободян, изобрел, вот это совместить и применить, можно ездить на этом автомобиле постоянно. Без всяких бензинов, не платить. Вот этот дикий маразм был записан, как видите, в конце марта. А в начале марта я выпустил серию роликов, разоблачающих, про этого афериста Слободяна. С его вечным двигателем и его аферами. Тем не менее, вот эти придурки, эти хомячки, совершенно трофированным мозгом, все равно продолжали дальше повторять одно и то же. Мудрый Слободян, мы ему верим, он самый-самый великий, и он спасет мир. Еще в начале прошлого года, когда Тирха заражал мозг хомиком про магнитные елочки, которую я, кстати, сделал первым. Это так, как оснастка будет очень тяжело изготовление. Не то, что у меня. За час-полтора собрал индуктор, заложил сюда магнитики. Но оптимально оказалось, у меня 6 штук, с одной из 6 штук с другой стороны. Сейчас это все состоит как из стекла, полтора миллиметра. Кстати, Тирха, этот клоун, удалил все свои комментарии, которые здесь были. Но у меня скрины остались. Да я уже их рассматривал в тех далеких выпусках. Еще в начале прошлого года, когда Тирха заражал мозг хомиком про магнитные елочки, которую я, кстати, сделал первым, чтобы постебаться над этим эферистом, многие атрофированные хомо-сапиенсы подхватили этот вирус и вовсю катали по полу различные магнитики, как трехлетние дети визжат восторга, словно нарыли на Нобелевскую премию и соревнулись друг с другом, как колхозные дауны. Вот этот магнис, приняв очередную дозу ширева, стал катать магнитики, ползая на коленках. Но пока повествование начну почти с конца. Но сильно задевает то, что есть люди, которые так оскорбляют, вот, например, как монарх 100, да, он просто оскорбил меня в комментариях, я не буду даже комментарии удалять, кому интересно, посмотрите на прошлом видео, как он меня оскорбил. И обидно то, что я-то ему дорогу нигде не переходил, я его не оскорблял, а он меня оскорбил. Какого он имеет права вообще это делать? Вот вроде взрослый человек, ему уже там, по-моему, за 50, да, а он так оскорбляет, что там лечиться надо и так далее. Может быть, ему уже предпенсионный возраст лечиться надо. Как вы думаете, ребят? А теперь я скажу. Лечиться тебе, дружок, точно надо. Вот эта запись была сделана в конце марта. В начале марта я дал, полностью дал разоблачение на Слободяна. Тем не менее, как были мозги на бекрень, так и остались. А с чего все началось? Всего лишь год назад, вот, зараженный тихо вирусом, этот придурок начал крутить эти елочки. Пару магнитиков и вот по полу катают эти идиоты. Тут уже вообще перешел, отобрал у детей игрушки, пошел на диски и все остальное. В общем, тогда я ему уже сказал, что он не совсем адекват. Всем привет! Хочу продемонстрировать не залипающую елочку из ни одних моих магнитов. Но проблема в том, что у человечка ни мозгов, никаких приборов, ни понимания, абсолютно. Просто катает туда-сюда магнитики, и он уже профи, там все его боготворят. И вот насколько надо быть упоротым придурком, чтобы нести маразм про Слободяна и все про ту же халяву. Причем, я перед этим сопляжуем, уже выпустил разоблачающие ролики про мошенника, его вечный двигатель. Из-за этого Тирха на неделю в запой ушел, но позже выдал вот такого дегенерата. «Это сколько ж мусора в голове, а ведь то, что он тут ноет по поводу меня, это все те последствия, о которых я сейчас расскажу. Ну, с теми подобиями елочек это ладно». Но чудика понесло дальше. Он насмотрелся еще одного фейка-дрочера, Юрия Юрина, и сделал свой вариант якобы долгоиграющего диска. И его уже так занесло, что он выдал желаемое за действительное. То есть всем показал фокус. Я объявил, что у него этот металлолом крутился более суток. Но когда показал, я выяснил, что его хватает максимум на 5 минут. А я ведь еще перед этим показывал свой маховик на магнитной подвеске, который крутился без всяких магнитов по несколько часов. И после моего разоблачающего комментария он поспешил его удалить. А позже удалил и сами ролики. Тем не менее копии тут у меня остались. Вот его удаленные видео. И почему он их удалил? Чего постеснялся вдруг? Я сейчас объясню. Всем привет! Сегодня решил повторить видео. Еще раз снять. Так как у некоторых подписчиков были сомнения про то, что не показал под стулом. То есть вот смотрите. Ну чтоб все не смотреть скажу что фокусник конечно еще тот. Только за две минуты показа дело в том что произошло что я посчитал элементарно что этот маховик за две минуты обороты свои скинул где-то на процентов тридцать. то есть его хватило бы всего на пять минут а всем кажется что он крутится и крутится поэтому и удалил пацанчик это все вот смотрим как в конце тут явно видно что обороты уже скинули а показывал он меньше двух минут а тут комментарий который он удалил вот это уже был удаленный комментарий но с моего аккаунта это я с другого аккаунта зашел здесь его уже нет и потом удалил и весь зато этот честнейший человек который всем разоряется что он ничего нигде никак не имеет денег то хотелось выставил сразу как только первый ролик у него вышел тут же пошли сбербанк доллар вебмани биткоины все пошло кстати он еще сам в одном из первых роликов своих поудалял переписку еще с таким же придурком как и он вот этот Холлен Бовен два друга неразлучных один другого постоянно только и облизывают вот они с ним там затеяли разговорчик тогда типа вот как хорошо сейчас ты подымешься на этих вечных двигателях да у тебя подписчиков куча будет да сейчас начнешь монетизацию включать да у тебя лопатой деньги начнешь грести но потом удалили они это все тогда я не успел заскринить тогда еще не сильно скринил так это было больше года назад но тем не менее что-то я успел и заскринить как видите уже на сегодня у него этих роликов нет вот тут катал всякие магнитики бессмысленно абсолютно не понимая не понимая вообще что он делает вот тут были удаленные ролики где он уже крутил свою крутилку чтобы поднять бабло на этом попытаться подписчиков набрать ну а здесь вообще цирк устроил вот эти ячейки Веденского это еще один аферист на пенсии который себе плюсик для пенсии сделал вот в интернете мошенник просто продает ячейки которые работают на воде то есть магний графит воду заливает что известно уже больше 100 лет промышленность даже выпускает как спосредство то есть специальная ячейка вот такая туда заливается вода морская и можешь там фонарик какой-то светить какое-то время но тем не менее все это такая туфта на сегодняшний день и никаким образом она не может конкурировать с сегодняшними аккумуляторами особенно литий-ионными и полимерными и так далее но тем не менее этот придурок приобрел у него вот эти ячейки потом показывал что он их использовал что ли выкинул они нахрен ему не нужны этот аферист Веденский ему продал как минимум за полторы две тысячи рублей российских вот эти вот три листика металлолома который еще надо самому собирать в какую-то емкость заливать водой чистить их в общем гемор страшнейший а все эти три ячейки максимум что может засветить это вот маленький светодиодик все в общем хомячка жизнь не научила и после всего опять у него понеслось он решил просто сам сделать свои ячейки вот на этом то есть взял фольгу взял кусочек опять графитовой ткани скрутил трубочками и показывает бесплатный источник энергии что он этим хотел доказать в общем ничего все намотано накручено в общем показал только напругу какая-то вот с этих ячеек поступает и все а то что толку с них ноль он же и сам их не использует никуда но показать надо вот каким надо быть уродом и идиотом чтобы такое делать я на него конечно наехал за эти ячейки обиделся и вот тут вот начал уже изрыгать из себя хомячило дальше у него еще интереснее пошло берет обычный старый магнит перемагничивает его неодимом и всем кричит что с одним полюсом магнита это реально вот каким надо быть идиотом что такое делать просто атрофированный мозг и вот это вот из этого атрофированного мозга состоит основная масса хомячков которые идут и за Тирхой и за Литвиненко и за всякими Юринами и сотиками в общем сплошные одни аферисты которые на вас тупо наживаются но это еще не все вот тут уже покажу товарищи отборное просто биомаста там полное отсутствие мозга абсолютнейшее подключаю первый тонар потребление 88 0 я там долго показывать я не буду потому что тут просто невозможно спокойно смотреть в общем смысл такой чел подключает к аккумулятору через какой-то якобы преобразователь нагрузки светодиодные и вот там первая нагрузка там полампера вторая по идее должна дать еще полампера то есть ампер а получается что он когда их подключает то например три нагрузки потребляет столько сколько две но он же не смотрит какое напряжение что оно у него падает и куча проводов и всего соответственно у него ток падает из-за того что напряжение упало и нагрузка не развивает мощность потребления но этот же придурок не понимает этого и что вот он несет его спрашивают а что ты тут делаешь так посмотри типа потребление вот и самое эпичное вот самое что я вот ну полное отсутствие адекватности и нормального состояния ищу спонсоров там вот у меня тут прямо все на мази и вот я выкладываю для того чтобы знали что был такой Саша сделал кое-что для пользы людей а не тот что деньгу напечатал в общем в каких-то грезах чел находится просто в диких но это еще не все а тут еще вот один товарищ вот этот БТГ-генератор сверхъедницы раньше он по-другому назывался но я как-то год назад выпускал на него опровержение и разоблачение ох это тоже придурок упоротый но это очень хитрый вот сейчас там что-то продают за 400 тысяч евро покупаете налетаете ох идиот просто идиот придется опять на него разоблачение писать но возвращаемся к Назару ну тут вообще страшное дело то ли он укуреный то ли что это тоже ужас слушать невозможно якобы у него там что-то как-то показывает вот на этот прибор у него прыгает что-то здесь напруга и он считает что там у него электричество атмосферное в общем полный дебилизм тут конечно народ просто и не сможет его смотреть его тут никого и нету дело не в том что никому неизвестный придурок дело в том что это основная масса идиотов которые вот идут последовательно за этими всеми пастухами типа тирхи и которые вот лезут в это болото идиотизма полнейшего идиотизма и вот последнее теперь смотрите вот этот придурок взял разрядил аккумулятор ну нагрузку ему хорошую дал что он там до 9 вольт упал и теперь подключает прибор и смотрит что у него напруга подымается и этот придурок считает что у него самозаряд аккумулятора происходит и все теперь пойдет у него дело вот представляете из чего состоит интернет от абсолютно конченых идиотов которые составляют эту основную массу биомассу которые кормятся вот эти все аферисты почему существуют эти все аферисты почему мошенники себя так вольготно чувствуют потому что существуют вот такие идиоты которые считают аккумулятор может самозарядиться и это все на полном серьезе на полнейшем то есть невежество страшнейшее так что вот вам два экземпляра из которых в основном состоит сообщество бтг последователей ну а сейчас я вам бонус подкину что осветим немножко встречу первый самый первый вопрос хотел спросить на то забывают обычно все люди что ты каче какой университет кто ты вообще по профессии университет университет посмотрим кто это ребята это наш герой самая известная личность слободян андрей украина а теперь посмотрите внимательно и подумайте что он там этот чудик делал во львове как вы думаете все понятно да и что самое интересное тут украина а тут чешская республика понятно все паспорт уже недействительный поэтому показывать можно но смысл в том что 6 мая он у него заканчивался и приехал на обмен к Корее он никакого отношения не имеет мало того он там еще находится нелегально столько лет и про это будет тоже когда-то разговор что он там делает и почему его до сих пор не депортировали все а в следующий раз будет еще интереснее это все еще пока только затравки любуйтесь до вашего героя и кумира Комичков всем счастливо до свидания и до скорой встречи скоро будет бомба до свидания до свидания Продолжение следует...